Четыре месяца им должно было хватить на ремонт. Эти кадры мы показывали в декабре прошлого года. Тогда родители второй музыкальной школы жаловались на затянувшийся капремонт. Его начали в мае 2021-го. Завершить планировали к 1 сентября, но выделенные 34 миллиона рублей закончились и работы встали. После нашего сюжета родители и учителям пообещали, что продолжат ремонт этой весной. Могу немного обрадовать. Я разговаривал с управлением культуры, сказали, что источник финансирования сейчас найден. И сейчас мы ждем решения кабинета министров о том, чтобы эти средства выделили на продолжение ремонта. Сейчас практически завершилась экспертиза тех недостающих средств, которые необходимы для завершения работ и приобретения оборудования. Надеемся, что в ближайшее время строители приступят к своей работе, как только сметные расчеты будут утверждены. С момента этого интервью прошло почти 7 месяцев, но работы так и не начались. Второе полугодие дети снова были вынуждены заниматься в других музыкальных школах далеко от их домов. Уроки проходили и в воскресенье. Часто из-за отсутствия свободных кабинетов обучение было дистанционным. Очень неудобно носить инструменты, запасную обувь и ноты. Мне приходится самой ее провожать за руку. Это очень страшно и опасно через три светофора переходить. Зимой и осенью это очень страшно. Нам приходится все дела бросать, отпрашиваться от работы. Из-за неудобств чехарды с расписанием и отсутствием кабинетов многие уже бросили заниматься музыкой. В итоге снижается нагрузка у педагогов, что отражается на зарплате. Для нас особенно обидно, что вот такая ситуация со школой сложилась в год 75-летия нашей школы. Это одна из самых старых школ города. Она известна своими очень хорошими традициями. Здесь учились многие музыканты, которые составили славу нашей республике Татарстан. Осталось доделать буквально немножко. Это второй этаж. Основная задача это проводка, чистовая отделка, батареи и немножко инвентаря для того, чтобы ученики могли разместиться. Это парта, стулья. Средства тоже тут в принципе небольшие уже нужны. Мы от многого отказались, что нам обещали. Как нам сообщили в Казанской мэрии, в настоящее время завершен только первый этап ремонта школы. Для продолжения работ нужно дополнительное финансирование. Обращение с просьбой о выделении средств направлено в правительство республики. Ответ ждут в ближайшее время.